И вот когда в ментовке, в управе, в партийных кабинетах вот такие сидеть будут, тогда и будет власть наша, воровская. Судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять. Проводя параллели с Петром Первым, это импровизация Путина или он на полном серьезе видит себя будущим императором России с той лишь разницей, что палач и садист Петр Первый все-таки прорубил окно в Европу, а Путин пошел на полную изоляцию и вот обзавелся новыми друзьями. Мне почему-то кажется, что Путин всерьез в себя сравнивает с императорами Российской империи и ищет среди них тех, кто ему, как кажется, более симпатичен и соответствует его масштабу, который, естественно, он считает достаточно большим. Альфред, как вы думаете, Путин верит в то, что говорит, например, про импортозамещение или это тезисы для внутреннего употребления? Снимут санкции, закончится война и он опять типа европеец и готов дружить с сильными мирами, если бы в той же Германии. Я думаю, что он уже не вполне, так сказать, понимает, что он говорит. Мне кажется, что он говорит какие-то заученные мантры про импортозамещение. Дело в том, что тема импортозамещения, она же не нова, она же началась с 2014 года. И он поэтому это просто повторяет, не особенно вдумываясь в суть того, что он говорит, и не особо анализируя результаты этого восьмилетнего импортозамещения, которое якобы происходило в Российской Федерации. Верит ли он в том, что после завершения войны он сумеет восстановить отношения, как раньше? Не знаю. Думаю, что да, верит. Насколько на это реалистично? Думаю, не очень. Я внимательно читаю ваши посты, которые вы пишете к концу дня, ближе к ночи, рассказывая о том, что происходит в том числе и на линии фронта. Вот наступление российской армии застопорилось, но контрнаступление украинской пока не предвидится. Дальше война на истощение. На ваш взгляд, кому психологически более выгодна патовая ситуация на линии фронта? Ну, я не думаю, что патовая ситуация, во-первых, продлится долго. Я все-таки верю в то, что говорят и лидеры моей страны, и лидеры вообще западного мира, и украинские, так сказать, военачальники, что сегодняшняя патовая ситуация объясняется пока недостаточной вооруженностью Украины, и поэтому у России большое превосходство в артиллерии и в других видах техники, в авиации в частности. Когда этот дисбаланс будет ликвидирован за счет ленд-лиза и других поставок, то тогда никакой патовой ситуации не будет, и украинская армия перейдет в наступление. Во всяком случае, это то, что нам рассказывают практически все аналитики на Западе. Насколько это соответствует действительности, я понимаю, что это противоречит тому, что рассказывают российские, так сказать, эксперты своему народу. Но, вы знаете, я все-таки склонен верить к тому, что какие-то независимые оценки американских аналитиков все-таки в большей степени соответствуют действительности, чем умозаключение генерала Коношенкова или какого-нибудь телеведущего Соловьева. Кстати, об аналитиках. Многие наблюдатели, в том числе и украинские политологи, убеждены, Киев не только защищает себя, но и прикрывает Европу. Отсюда мысль, что Германия и другие страны Евросоюза обязаны помогать Украине. Ключевое слово «обязаны». Вы как-то даже написали пост на эту тему и раскритиковали позицию Украины. Почему? Я не знаю, как на самом деле. Я не знаю, есть ли у Путина планы после того, как он, допустим, покорит, как он собирается это сделать, Украину, для этого перейти к нападению на собственную Европу, на страны НАТО и так далее, и так далее. Мне почему-то кажется, что этого не произойдет. Я в этом еще в большей степени убедился, потому что он совершенно иначе прореагировал на фактическое вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чем на значительно менее вероятное, чисто гипотетическое возможность вступления Украины в НАТО. Потому что с НАТО он воевать не собирается. Это совершенно точно, и это было видно по огромному количеству примеров. Наиболее яркий пример я уже привел. Еще один пример – это когда Турция, член НАТО сбил российский истребитель. Фактически Путин отделался, как говорится, какими-то гневными фразами. На этом все закончилось. Полгода эмбарго на помидоры, и после этого опять дружба с Эрдоганом. И все забыли. Поэтому, когда украинские политики говорят о том, что они защищают Европу, ну, может быть, в ментальном смысле, с точки зрения ценностей и так далее. Но если сугубо в военном плане, я думаю, что, во всяком случае, сами страны, члены НАТО, они не считают, что у них есть риск, что на них нападет Путин. Они помогают Украине не потому, что они должны защищать себя, и что сейчас в данный момент идет война со страной, которая собирается напасть на них. Они помогают Украине, потому что они считают, что Украина права, что нужно защитить тех людей, которые стремятся к свободе, и защитить их от агрессоров. То есть в данном случае мотивация европейцев, это я уже не придумываю, я просто вам говорю, это, безусловно, как говорится, они считают, что они занимаются просто помощью, ну, в каком-то смысле, благотворительностью, а вовсе не защитой и спасением собственной, так сказать, шкуры. Большинство европейцев считают, что им ничего не угрожает. Вернемся к геополитике. Олаф Шольц призвал Сербию ввести санкции против России и договориться с Косово. Канцлер переобулся на ходу, отреагировал на критику или нет? Я не знаю. Что такое переобулся на ходу? Но его как раз несколько раз критиковали за медлительность, за нерешительность поставки оружия украинским. Но он не станет быстрее, вот поверьте. Ну, слушайте, он говорит какие-то вещи, которые от него в данный момент требует ситуация, его пиарщики, его советники, общественное мнение, наконец, вот и все. А будет ли он действовать? Я, откровенно говоря, очень скептичен по отношению вообще к левым, и к социалистам, и к любым другим, так сказать, либералам немецким. Поэтому я, откровенно говоря, не жду от немецкого правительства каких-то, так сказать, быстрых шагов. Они вообще не умеют ничего делать быстро. И к этому нужно уже привыкнуть. Они вон в аэропорт строили там 15 лет. Ну, в то же время мы находимся под определенными клише. Немецкая производительность высокая, педантизм, последовательность, порядок. Ну, все-таки с некоторыми стереотипами мы живем. Ну, во-первых, с частью этих клише нужно расстаться. Они уже давно не соответствуют действительности. А во-вторых, все, о чем мы привыкли говорить, когда речь идет о немцах, это касается, прежде всего, частного бизнеса, конечно. Сама государственная бюрократия в Германии чрезвычайно медлительная и очень забюрократизирована. Она лишена мотивации, и все законодательство, которое в Германии регулирует деятельность государства, оно все очень комфортно именно для госслужащих, и никак не для потребителей этих услуг. Есть очень важный вопрос и дискуссия даже среди моих коллег. Мы никак не можем подобрать режим, который находится в Москве, подобрать ему термин. Можно ли назвать этот режим фашистским? К примеру, профессор Дэвид Шеффер, один из создателей международных уголовных терминалов по бывшей Югославии и Руанде, пока назвал то, что творит российская армия в Украине, преступления против человечности. Или, на ваш взгляд, сейчас надо воздержаться от навешивания ярлыков и дождаться окончания войны? Как вы считаете? Ну, я не крупный специалист в области политологии. Это вам лучше, госпожу Шульман, спрашивать про классификации, так сказать, режимов. Вот. На мой взгляд, мы имеем дело с мафиозным государством. Мафия, которая захватила, так сказать, власть в государстве. Это уникальная ситуация. Насколько я понимаю, такого в мировой истории еще не случалось, когда в крупной стране мафия, так сказать, перестала быть альтернативной государству, как, например, она всегда была, там, где-нибудь, в Италии или в Соединенных Штатах и так далее, которая предлагала, так сказать, конкурирующие услуги по отношению к государству. А она, собственно, стала самим государством. У нее перестают, отсутствуют те конкуренты. Она и есть государство. И вот мы имеем вот эту вырожденную форму, с которой, так сказать, вообще не очень понятно, что делать, потому что человечество сталкивается с этой проблемой первый раз. На этой неделе было еще одно событие. Смертный приговор вынесли в четверг судом самопровозглашенной ДНР, так называемой ДНР, двум британцам и марокканцам, служившим в вооруженных силах Украины. Эта история вызвала бурную реакцию в мире. На ваш взгляд, это игра Путина в отмену санкций или президент России тут должен показать свой мачизм? Как вы считаете? Я никак не считаю. Я правда не знаю, как это комментировать. Мне кажется, что это просто проявление все того же бандитского государства. Они пытаются цинично играть на нервах у своих оппонентов и выторговывать какие-то поблажки себе. Они в долгую, никакой стратегии тут нет. Они хотят, так сказать, получить в обмен на этих людей, наверное, как можно больше своих, так сказать, пленных или еще чего-нибудь. А нет, так расстреляют. Что в первый раз, что ли? То есть вы думаете, все-таки не исключено, что они исполнят смертную казнь? А что их может остановить? Ну, слушайте, если они у Кремля застрелили Немцова без всякого суда, почему они после суда не могут застрелить трех англичан? Если они, так сказать, английских подданных в самой Англии травили и новичком, и полонием, то что их может, так сказать, остановить, застрелить их у себя в Донбассе? Если они, так сказать, на территории Тиргартена, в 100 метрах от офиса канцлера застрелили человека, прислав своего агента, что их может остановить, застрелить человека в ДНР? Я никак не могу понять, почему вы считаете, что это просто вот за рамками мыслимого? Скажите, вот... Кто-то бандит, либо не поймете. Вы все время пытаетесь увидеть какую-то тенденцию, какую-то теорию, какую-то стратегию. А речь идет о просто бандитах. И уже в отношении ДНР это точно просто бандиты, которых Путин финансирует, поддерживает, и которых их, так сказать, вооружил. Это просто банда. Ну, всегда хочется увидеть в действиях главы государства, все-таки это большая держава, ну, какую-то логику, поведение. Но вы ответили на все мои вопросы, что это мафиозное государство. Это типичное для европейского интеллигента атропоморфизм власти. Вы приписываете Путину человеческие качества. У него их нет. Он лишен их. И никогда у него их не было. Это просто животное. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok